Так, уважаемые коллеги, у нас, как говорится, гость студии Хасай Магомедович Алиев, завершающий докладчик. Так, у нас вот демонстрация экрана, я сперва покажу, кто это у нас такой. Вот у нас доклад, значит, доклад кибернетика стресса, гомеостаза и метаболизма, методологии, ключ Хасая Алиева. Значит, в данном случае вот это понятие кибернетика стресса и научной школы «Человек будущего» Хасая Алиева, они суперважны сегодня. В период вот этого фактически началась третья мировая, весь мир идет, как говорится, в переделе. И те стрессы, которые испытывает все человечество, они остро необходимы в той уникальной методологии, которую создал Хасай Магомедович Алиев. Я сравнил так, у нас есть знаменитый Ган Селье, которому дали Нобелевскую премию за то, что он на крысах, опытах, и ему, как говорится, там, может быть, миллионы долларов, прочее, финансировали фонд Рокфеллеров. И он вот эту концепцию стресса развили, подключились многие ученые и прочее, и сегодня это работающая как бы доктрина. Но гроссмейстером стресса, именно создавшим науку кибернетики стресса, является Хасай Магомедович Алиев. Он это создал, как говорится, работая с нашими космонавтиками методу выживания в экстремальных условиях, находясь в космическом корабле. Работал со спецслужбами, работал, как говорится, в условиях терактов, значит, подъем подводной лодки Курс, Беслан, Норд-Ост. Значит, и я хотел бы сказать, что внимание к этой методологии, когда именно управление стрессом, управление психоэмоциональной сферой человека, еще это можно канализировать в творчество, как оказалось, с помощью методик, уважаемый Хасай Магомедович, это чудо. И вот, значит, у нас такое предложение, так я поделиться, так я не включил, выходит, ну и не буду, наверное, включать тогда. Значит, я Хасай Магомедовичу объявляю, в студии у нас Олег Сергеевич Анисимов, руководитель секции «Философские и методологические проблемы естественных наук», Московского общества «Доктор психологических наук», руководитель секции «Аналитика», это вот «Фабрики мыслей» и прочее у нас курирует эту деятельность в корочном смысле этого слова. Значит, профессора, значит, Патрушев Владимир Иванович, доктор социологических наук, вам известный, Василенко Василий Николаевич, доктор философских наук, Александр Брунич, Пренгер, занимается вот такой, как говорится, мыслей деятельностью, прочий философ, значит, именно близок очень вашей сфере, значит, Караганда, Казахстан, значит, Юрий Иванович Горохов, Рязань, вы с ним знакомы, Людмила Степановна, Новосибирск, ученый и наша коллега, значит, ну, Алена Ивановна Лисянская, это новый человек, к сожалению, не знаю, Елена Владимировна Кузнецова, это город Самара, НП-профессионал, это 140 профессиональных колледжей техников, она директор такого объединения образовательного учреждения. Вот примерно это. Хосай Магмедович, вам слово. Я вас сердечно приветствую, дорогие мои коллеги, дорогие мои друзья. Я хочу вам сказать, что сегодня, когда наступают критические моменты, когда человек попадает опять в который раз в зону неопределенности, безусловно, возникают всякие события, когда одни учат других, те учат третьих и тому подобное, и справляться со стрессом, и как сохранять свою внутреннюю духовно-физическую целостность, и как вообще быть в той или иной ситуации, на что ориентироваться. Я в свое время много работал после терактов, людей выводил, которые находились в состоянии оглушения, когда они не могли слышать врача, психотерапевта, не могли слышать психолога. И тогда я придумал метод говорить не словами, а показывать им действия. И действия, подбирать действия, которые синхронны с их текущим индивидуальным состоянием. И это помогло мне выводить людей в Беслане, и в Волгодонске, и в Москве во многих случаях, когда человек в шоке и не может воспринимать слова. А действия, на которые я опирался в этот момент, я додумался опираться на те естественные, природные, инстинктивные действия, которые человек в стрессе и сам совершает. Просто ему в школе об этом не говорили, и он их чаще всего блокирует. Например, нервная дрожь. Нервная дрожь, она известна, как и спортсмена, мандраж спортивный на соревнованиях. Известное явление, оно, оказывается, позитивную роль играет. Если человек несколько раз до экзамена, представляя себе ожидаемый экзамен, прислушиваясь к себе, начнет вот так колотиться, это становится осознанным упражнением. И у него снижается нервно-мышечная возбудимость, у него снижаются лишние напряжения, он становится более целостным, на экзамен идет уверенно. В связи с этим мой сын, например, написал в свое время книжку «Я управляю собой», где много-много картинок, много детей. Он тогда работал в гимназии, обучал детей в гимназии вот этим упражнениям, которые синхронны текущему состоянию, индивидуальному. Я видел свои задачи сегодня, как можно больше популяризировать внимание человека на то, чтобы он обратил внимание на то, что его организм сам требует сделать во время стресса, какие сделать действия, сжаться в комок, распрямиться, или потрястись, или зевать, или смеяться, или плакать и так далее. Я выделил определенный комплекс этих естественно-природных реакций человека. Я их описал в различных источниках. Начало этих работ я делал в электронной промышленности еще с 83-го года, где у меня были под контролем 15 тысяч операторов микросборки, которые работали с микроскопами. Я их обучал снимать зрительную усталость. У меня было много патентов в связи с этим. Дело в том, что я по своей природе родился как бы междисциплинарником. И, как вам хорошо известно, все открытия, все новшества происходят не внутри задачи, а как бы по теореме Гёделя говоря, вот когда ты находишься немножко сверху или в стороне, я не буду на эту тему долго распространяться, вы это лучше меня знаете. Дело в том, что поэтому первый раз о том, что можно использовать свои собственные инстинкты, рефлексы для того, чтобы выровнять свое здоровье, было профессором Матвеевым напечатано в учебнике по физкультуре. Это был 2005 год. И вот в 2013 году учебники по физической культуре уже синхрогимнастика по методу саморегуляции ключ. Здесь три страницы специально посвящено с упражнениями. Это примерные шаблоны, которые большинство населения планеты Земля делает в моменты стресса. Примерные шаблоны, чтобы человек мог ориентироваться и подбирал сам свои действия. То есть речь идет о том, чтобы человек мог в трудный момент, опираясь на собственное инстинктивное поведение, оценивать его с точки зрения полезности, а не только блокировать себя и тем самым повышать внутренний конфликт. Ну, например, человек плачет. Девочки плачут, им всегда говорят, не плачь. Или мальчику тем более говорят, ты будущий мужчина, ты будущий военный, ты будущий защитник Родины, патриот, ты не должен плакать. И он себе гасит это инстинктивное разгрузочное проявление. А это естественный процесс. Я, например, плачу часто, когда вижу, как дети поют. Когда дети поют, меня это так трогает, у меня появляется слеза. И я инстинктивно чувствую, что это нормально. Ничего тут такого нет. Если, когда дети поют, ты плачешь, что ж тут плохого? Или когда слышишь хорошую музыку, тебя дрожь пробивает. Ну, что ж тут плохого? Поэтому я позволяю своим ученикам, последователям школе в нашей новой, которая называется уже много лет, школа человек будущего, Homo Futurus. Предназначенная для того, чтобы человек со скоростью инстинктивных реакций изобретал новые действия, новые решения. Потому что старая школа, которая учит нас на основе принципа повторения, мать учения, в конце концов формирует шаблоны, стереотипы и подражание авторитетам. И поэтому мы сегодня растерялись. Когда эпоха наступила нового перехода, например, в цифровизацию, а мы привыкли к работе с реальностью, а теперь реальность виртуальная, и теперь все растерялись. Опять появились лидеры, авторитеты. А мы, подчиняясь вот этому старому мышлению, следовать образцам, следовать авторитетам, невольно потянулись и безотчетно отдаем честь людям, тем, которые говорят более уверенно. Это инстинктивная толповая реакция. Поэтому я видел свою миссию, свою задачу, свою цель и конкретную деятельность в том, чтобы рассказывать людям, что человек по природе творец. Как написано действительно и в Библии, что решил Бог создать человека по своему образу и подобию. Что мы сейчас не религию обсуждаем, я не об этом говорю, я говорю о другом, что это сформулированное миллионами лет наблюдение за поведением человека, его особенность. Человек-творец. Так вот, основным материалом, который в нем лежит, когда он находится в ситуации выбора решений, прокручивание различных вариантов, то есть моделирование в мозге. И в этот момент, когда напряжение у него растет, то есть стресс, чтобы он не зашкаливал, потому что, когда уровень нервно-психического напряжения выше гомеостатической нормы, у него происходит зацикливание, зависание, как в компьютере. Ровно как в компьютере, в этот момент мозг нуждается в перезагрузке. Я вот эти даю приемы, которые человек по своему инстинкту и сам выполняет. Например, хлест руками по спине или шалтай-болтай. Вот дети болтаются, вот они стоят и болтаются туда-сюда. При этом вектор внимания у них не на качестве выполняемого действия, чем отличается вот моя синхрогимнастика тем, что она синхронно текущему состоянию по уровню напряжения. И вектор внимания здесь направлен на решение волнующих вопросов, а не так, как в обычной старой физкультуре, где вектор внимания направлен на качество выполняемого упражнения. Это дурь полная, которая давно должна была быть отменена, но люди шли по авторитету. В обычной физкультуре говорят, перестанься отвлекаться, думая о том, как правильно выполнять действия. Вот это неверно, потому что действие встроено в общую задачу. Об этом еще говорил Станиславский о сверхзадаче. Выполняя какое-то действие, думая о главном. Об этом говорил не только Станиславский, об этом говорят вообще все великие мастера. Поэтому я занимался подготовкой олимпийских сборных. В частности, я занимался подготовкой и международных соревнований, и олимпийских соревнований. И ездил в Китай готовить олимпийскую сборную по парусному спорту и так далее. В общем, вопрос заключается в том, что инстинкты наши сами выдают. Иван Петрович Павлов, наш великий ученый, гениальный ученый, я считаю, на плечах которого я стою. И точно так же очень много наших ученых, как академик Узнадзе, например, о теории установки психологической, потому что, по моему представлению, психологическая установка – это предварительное распределение психической энергии на предполагаемую реакцию. И когда она не соответствует реакции, происходит фрустрация. И поэтому я в Канаде, например, обучал гольфистов, когда они вот так вот готовятся, готовятся сделать удары, в какой-то момент не так удачно делают, и потом они всегда приходят большее количество минут, чем нужно во время игры, и у них фрустрация. Это хороший пример для того, чтобы объяснить, что в моей книге я их написал 20, и многие из них переведены на английский, и на польский, и на сербский, и на французский, и так далее. Там как раз-таки о том, чтобы наше действие соответствовало текущему состоянию. А внимание должно быть не как в обычной физкультуре направлено на качество выполняемого упражнения, а на решение волнующих проблем. Например, если ребенка ждет экзамен послезавтра, он должен наблюдать за собой, вот он сидит, ногой качает или пальцами стучит. Отсюда, кстати говоря, пошли и четки, и качание ногой потом послужили разным таким видом спорта и танцем. Короче говоря, вот этот внутренний диалог согласования психических и физиологических процессов, где духовное смыкается, пересекается с телесным, вот этот внутренний диалог, который в человеке происходит, и который часто говорят, что надо его унять, а на самом деле это генератор творчества, это генератор согласования психических и физиологических процессов, надо его правильно использовать. Это и есть междисциплинарная архитектоника кибернетических мозговых процессов, которые у нас выработаны из века в век, а именно по нашей родословной. То есть по существу мы генетически, генетически, по мере того, как человек превращался в человека, у него вырабатывался этот механизм. Мы, решая любую задачу, на самом деле подключаем к ее решению опыт всех предшествующих поколений. И нам не надо выключать этот внутренний диалог, надо его правильно использовать, потому что ничего в природе не бывает, как и аппендиксы, ничего не бывает лишнего. Все природа целесообразна. Поэтому я как раз таки и рассказываю в школе «Человек будущего», «Homo futurus», что человек должен опираться на свои собственные инстинктивные реакции, по крайней мере, со скоростью инстинктивного реагирования, вырабатывать изобретения. И поэтому я в последние годы обучаю не только спортсменов, педагогов, психологов, врачей, художников, а я обучаю изобретателей. Потому что даже бабушка, которая идет в магазин купить внучеку распашонки или молоко, и если вдруг молока не окажется на прилавке, она в этот момент находится в позиции изобретателя. Она вынуждена за короткое время сообразить, что ей надо делать. Дело в том, что у нас в жизни так принято, что мы физкультуру отнесли в одну область, религию в другую область, изобретательство в третью и разделили человека по частям. Я как раз-таки занимаюсь интеграцией, то есть целостным мышлением. Целостное мышление, чем занимался как раз-таки известный наш автор школы ТРИС, который говорил о том, что надо не идти с авторитетами, надо думать самому. И у меня проходили школу первые ученики ТРИС. Первые ученики ТРИС, как Калошин, например, и другие. У меня сейчас много учеников, мастера ТРИСа, которые сделали столько изобретений, что количество денег, сколько они сэкономили в стране, это огромное, и в сталилитейной промышленности, и в других промышленностях. Это изобретательность, это творчество и так далее. И вот у меня, например, Николай Калошин, очень известный, который придумал в свое время идеальное решение, который придумал это и у нас в стране, в России, и в Калифорнии, и он ездил, и в Америке он ездил, и так далее. Я сейчас в России, и он у меня был еще в конце 80-х. И когда он представил себе, что руки у него стали расходиться по его представлению образному, включился рефлекс двигательный и диамоторная реакция, он говорит, о, вот же о чем нам Раальд Шулер рассказывал. Голова, говорит, стала свободная, и там я могу думать свободно. То есть, когда либо мы синхронно текущему состоянию дрожим или болтаемся туда-сюда, как дети, думая о своем, а не о том, как надо это делать, как надо болтаться, то есть, внимание должно быть всегда вне этого действия, сверхзадачно. И Шулер об этом, автор создания Триза, много раз говорил, ну, Калошин тогда впервые это на практике испытал, потому что у нас есть два подхода. Либо ты синхронно-инстинктивному порыву совершаешь действия, ну, плачешь, там, дергаешь плечом, там, чешешь голову, перебираешь, там, что-то отсюда пошли четкие буги-буги, рок-н-ролл и так далее, спортивные виды деятельности. Либо ты делаешь идиомоторные действия, то есть, образ вызывает рефлекторное поведение, какое-то действие. На этом шел Мильтон Эриксон, который создал эриксонянский гипноз, наблюдая за деятельностью которого, два автора создали НЛП, нейролигуистическое программирование. Первый человек, который привез в СССР НЛП от них, это был Алексей Сидников, мой товарищ, который сделал 500 кампаний избирательных, который был у меня в Махачкале, и когда я ему показал... Хасай Магомедович, а можно вопросы-ответы перейти в режим? Конечно. Я задаю первый вопрос. Задаю вопрос своим коллегам. Уважаемые коллеги, мы не первый раз встречаемся с Хасаем Магомедовичем, но этот раз в рамках представителя нового форума «Глобалистика-2023», это международный форум, проводится МГУ, и Московским обществом испытателей природы. Но главным организатором является факультет глобальных процессов, то есть один из ведущих факультетов МГУ. Так вот, в данном случае мы выявили, что Хасай Магомедович занимался темой психофизиологии труда. И психофизиология промышленности, психофизиология труда, это вот как создать именно, используя его технологии, улучшить научную организацию труда и производства, в том числе интеллектуальной деятельности, в том числе творческой деятельности, вот какой колоссальный потенциал. Далее. В данном случае мы говорили, что в разрушении Советского Союза и все эти технологии, оранжевые революции, всякие, как это называется, у них весна там, то арабская весна, то ли что, делается Тавистовским институтом человеческих отношений. Так вот, в противовес Тавистовку нам нужно создать московский институт человеческих отношений на базе лучших методик наших, как говорится, ну, я бы это назвал действительно кибернетикой средств, наших лучших профессионалов. Значит, и методология, ключ Хасая Магомедовича Алиева вот является одной из таких базовых, которую может послужить такой, как говорится, базой. Но для этого нужно обратить внимание и силовикам, и в данном случае факультет психологии МГУ подключить, другие это, то есть, и обратить, наконец-то, внимание наших, фокус внимания наших правительственных органов, чиновников на эту уникальную методологию, которая должна и может быть востребована всеми. Передаю слово Олегу Сергеевичу Анисимову. Он профессиональный психолог, и пускай скажет свое авторитетное мнение. Олег Сергеевич, вам слово. Уважаемые коллеги, безусловно, если творческий человек находит решение в конкретных сюжетах, привлекая свой интеллект, привлекая суммарные представления о происходящем и так далее, но здесь ничего нельзя сказать, кроме того, что как хорошо, что это происходит. Поэтому все, что сейчас говорилось, и то, что не сказано, но примерно предполагается, это, конечно, багаж, это конкретная возможность, конкретный потенциал для решения судьбоножных задач в самых острых ситуациях, тем более, и так далее. Теперь насчет психологии. Но для того, чтобы понять, а что же все-таки здесь происходит, требуется знание не просто психологии, и даже не просто суммарного гуманитарного знания. Здесь требуется высокий уровень миропонимания и рассмотрения мирокартин и мирозаконов в конкретных случаях. То есть это означает примерно то, что в древности, в том числе и китайцы говорили, надо ускользающим, меняющимся видеть вечное. Вот это вечное, оно позволяет как прожектором осветить то, что конкретно делается руками, интеллектом, в конкретных решениях задач и так далее. Я поэтому и говорил о том, что чтобы оценить творческие достижения наших коллег, весь этот самовыраженность интеллекта и творческого горения и так далее, для этого требуется специальный язык, специальные средства, специальные инструменты мыслительные. Примерно так же, как если мы повышаем, ну, скажем там, притязание при изготовлении определенных материальных средств. Олег Сергеевич, у нас медицинных катастроф и массовых, вот как технологии Пирогова в свое время спасли тысячи и тысячи, как говорится, раненых от смерти, точно так же технологии Хасаи Магомедовича в сегодняшних суперстрессовых условиях могут спасти миллионы жизней. Ну, я-то немножко о другом ведь говорю. То, что могут спасти вот эти технологии, эти технологические и предтехнологические и так далее, приемы, ну, нет, здесь нет никакой необходимости рассуждать. Это тривиально, это все понятно для любого открытого события человека. Извините, в книге рекордов Гиннеса самые эффективные и быстро применяемый метод. Все инструкторы применяют его методов. Николай Александрович, вы мою мысль имейте в виду. Я же про другое говорю. То, что творец сделал конкретно, принес пользу и весь имеет потенциал принесения пользы. Дальше. У нас осталось 8 минут. Я прошу предоставить по 2 минуты каждому. Вот Александр Бруйнович 2 минуты, Владимир Иванович Патрушев Василенко и Режабик. По 2 минуты. Ну, я только одну минуту сделаю затрату. Значит, резюме такое. Оценка требует специальных технологий, чтобы не ошибиться, чтобы удержать то положительное, которое имеется. Но это требуется соответствующие другие инструменты для измерений. Вот это связано с культурой мышления. Потому что я вынужден ставить реплику, потому как я как раз таки говорю главное лицо в данном случае, в данном случае я хочу сказать, уже давно оценку дали. Сейчас не про проверках речь идет, это учебники уже давно, учебники для школ. Сейчас не об этом речь идет, сейчас идет о том, как там настроить внедрение, потому что, к сожалению, у нас, Россия, славится тем, что у нас очень много самородков, но я перед собой их вижу сейчас лично. И всех вас поздравляю с этим. И вас, Олег Сергеевич, с этим поздравляю. У Насая Магнитича правительства Москвы, там два министерства, у него центр работал там 20-30 лет в центре Москвы. У нас в учебниках, у нас в книжках, вот дети у нас делают упражнения идеомоторные. Это сколько существует наша школа «Человек будущего» «Макутурс». Это вот у нас сейчас Константин Михайлов, вот у нас из школы, видите, там эмблемка человека, летающий у него, там, Костя, покажи, ручкой покажи там эмблемку. Человек, звезды над нами и нравственность внутри нас, совесть внутри нас, как говорил Толстой, среди разнообразия проявлений мира, на что опираться? На совесть. Мы как раз решаем этот вопрос, снимая у человека зависание в стрессе, открывается его природа совестливая. Просто человек зацикливается в стрессе, мы помогаем ему подобрать действия синхронные текущему состоянию, то есть по закону кибернетики он подбирает действия синхронные текущему состоянию, думая о своих проблемах и выходит из этого зависания, а он творец по природе. Вот это все сделано, речь идет о внедрении. Уважаемые коллеги, у нас цитнот работаем. Передаю слово Александру Буновичу, потом два слова Константин Михаев, ученик Хосе Магомедович, а потом наши профессоры. Спасибо. Я хотел задать вопрос, используете ли вы в своей работе так называемые визиры? Простые рисунки, кто не знает, это делаются психологические такие трюки. И как вы можете прокомментировать такую работу? Еще расскажите, пожалуйста, я не расслышал визиры? Да, визиры это так называются психологические такие приемы рисовательные, очень простые наброски, которые человек делает. А, есть целый ряд инструментов, которые позволяют быстро находить решения. Да, 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 да. Вот Пушкин в свое время на полях своих произведений, когда он думал над чем-то, и когда у него происходило зависание, он рисовал женские головки и свои портретики. Агата Кристи, она мыла посуду, то есть повторяемые действия делала. Естественно, рисует. Вот у нас есть Тамара Зиновьева, дочка-дочка философа Зиновьева, известного. Она искусствовед, и мы с ней вместе сделали в книге, в одной из моих книг, как раз-таки ее статья, что каляки-маляки, которые дети рисуют, думая о чем-то, если развернуть, это получается художественное произведение. У нас в сжатом виде наше мироощущение. Если его развернуть, и в том числе то, о чем вы говорите. Все рисунки, которые человек непроизвольно делает, я помню, когда я был маленький, я тоже в школе, все время что-то рисовал, и все время у меня было как-то крив. И вот я сейчас понял, почему я в крив рисовал. И сейчас я рисую, а сейчас в Ленцеюза художников много выставок и так далее, и сейчас в крив рисую. Потому что, оказывается, у меня сбита центровка там в мозге. Дело в том, что была детская травма, родовая травма. Я утром, если не досплю, я с ума сходил. Я в школе первые уроки просто с ума сходил. Но я маме не мог пожаловаться, потому что я думал, что все дети такие. А на самом деле у меня была родовая травма, а они нормально сидели, рисовали, пели, танцевали и так далее. Так вот, у меня здесь тоже. на сегодняшних картинах у меня тоже немножко сдвинута, как и в детстве, когда я был маленький. Я тоже рисовал. И я вам скажу, вот сейчас есть нейрографика, нейрографика, которая основана на непрерывном рисовании, а у нас есть непрерывное говорение, у нас есть непрерывное танцевание, непрерывное много чего. Вот эта непрерывность может быть поставлена против в неопределенности. Дело в том, что если человек будет говорить непрерывно, если в тот момент, когда ему нечего сказать, будет просто говорить раз, два, три, раз, два, три, если он будет просто непрерывно говорить, он выговаривается, освобождает мозг от, ну, как чаша воды, чтобы туда что-то налить, надо чуть-чуть вылить, освобождает мозг от перенапряжения и способен слышать. Я договорился, обратился к девочкам, кто у нас администраторы, они могут немного продлить, ничего страшного, но я хотел бы, чтобы все задали вам вопрос, высказались, можно я передам вопрос? Спасибо, я хотел доответить, что да, на самом деле используется рисование. Михайлову Константину, ученику Хасая, это город Ростов Великий, слышно меня, да? Да, да, да. Всех приветствую, ну, знаете, я бы хотел сказать действительно, что метод ключ, это просто уникальная такая технология и она настолько простая, и вот, знаете, все сейчас кругом вокруг говорят, что очень важно бороться со стрессом, да, все везде говорят, что и болезни там, а стрессы везде, но почему-то и все изучают, ищут какие-то сложные пути. восточные практики, там медитации, всякие йоги, цигуны, но у нас же есть метод ключ, действительно, настолько простой, настолько эффективный. Я вот, когда столкнулся с методом ключ, попробовал его, я нашел то, что так долго искал, и я просто удивился, что настолько это может быть все просто. И сейчас наша самая главная задача это масштабировать этот метод ключ, чтобы как можно больше народу об этом узнал. Вот, я считаю, самая главная задача. это ваше. Я хочу добавить, спасибо, Косе, я хочу добавить, я по телевидению это показывал много лет. Но дело в том, что, дело в том, что сейчас, я был по центральному телевидению, с меня начиналась телепередача многолетняя у Анатолия Алексеева, которая называлась «Помоги себе сам». Я учил миллионы людей, я им показывал, как снимать лишнее напряжение, как делать лыжника, как делать плавательные движения, которые синхронны к текущему состоянию, что главное подбирать действия, которые тебе легко делать и которые ты хочешь продолжать. Это критерии. Если мы берем из миллиона различных движений, любых, перебираем их и подбираем то, что нам подходит, мы этим самым действием, первое, снимаем стресс, во-вторых, воспитываем навыки стрессоустойчивости, в-третьих, развиваем творческие способности, в-четвертых, делаем мы себя изобретателем, потому что дело не в том, что мы это делаем, а дело в том, что мы этим вырабатываем. Если мы делаем так пять минут в день хотя бы, то у нас вырабатываются творческие способности, сранее скрытые, и оказывается в каждом человеке такие способности, такой потенциал, о котором он даже не представляет. Спасибо тебе. Да, кстати, школа человек будущего, вот у нас этот значок, который у Коси висит на стенке, у нас здесь сколько Константиновна школе человека записано в виртуальной школе, у нас там, по-моему, ну там, сейчас скажу, у меня первые 100 тысяч были первые несколько лет назад, а сейчас там по 200 или по сколько-то тысяча, сотни тысяч, 187 тысяч человек ежедневно получают бесплатный ликбез, бесплатный ликбез на тему, как снимать лишнее напряжение, чтобы не зависать, потому что в стрессе одна проблема. Человек в стрессовом напряжении решая какой-то вопрос зацикливается. Чтобы освобождаться от этого, чтобы перезапускать мозг, оказывается, есть простые действия. Об этом сказал Константин, что это, оказывается, так просто. Владимир Иванович, Патрушев. Ну, во-первых, большое спасибо. Встреча с вами всегда поучительна, познавательна. Я хотел вас спросить, вот все, что вы сказали, это составляет как бы составные части, характеристики морально-психологического климата. Вот. Значит, если морально-психологический климат неудовлетворительный в коллективе, в группе, где человек работает, где мальчик и девочка в классе учится, напряг. И вот они-то и вызывают стресс, а с другой стороны стресс, как вам сказать, ну, частые стрессы, они этот морально-психологический климат разрушают, он делает, делается неблагоприятный, и человеку трудно жить, трудно работать, трудно учиться в этом коллективе. Как вы считаете? Я отвечу на ваш вопрос. Почему, например, несмотря на то, что у нас есть гордость, это Пушкин, у нас есть Чехов, у нас есть Толстой, у нас очень много людей, которых мы почитаем, уважаем, и несмотря на это безобразие кругом. Почему это? Потому что люди все находятся в эмоциональном состоянии. У нас есть, кроме логического интеллекта, у нас есть эмоциональный интеллект, и поэтому, поскольку люди все время находятся в своих эмоциях, в своей западне, они друг друга не слышат. Просто люди друг друга не слышат, потому что им надо дореализовать свое напряжение. Пока он не вылет из своего стакана воды, которым у него переполнен какую-то часть, он не способен услышать даже своего близкого друга. Муж жену не слышит. Жена ему говорит, Костя, да когда же ты делом займешься? А Костя говорит, так я же большим делом занимаюсь, я же вот это делаю, я для народа стараюсь. Она говорит, ты для народа потом постарайся, ты сначала дома постарайся, вот стена у нас требует штукатурки, а ты все время свои большие книги пишешь. Ты возьми, сделай штукатурку. Ну, к примеру, и вот начинается столкновение, потому что мы все по теореме Гёделя находимся внутри задачи. У нас все время задача, в которой мы находимся, поэтому миллион лет люди говорят о том, что мир лучше войны, а войны продолжаются, потому что люди друг друга не слышат, даже у себя дома, даже дети и родители друг друга не слышат. Я свою дочку не слышу, своего сына не слышу, потому что они заняты в этот момент другой приоритетной задачей, и у нас все время происходит невзаимопонимание. Только недавно я услышал, что мне дочка 10 лет назад объясняла. До меня пошло. Хосай Магомедович, давайте диалог. Я бы хотел еще сказать, у нас есть гражданская оборона, МЧС, Хосай Магомедович работал с этими структурами, но мы знаем, что 99% людей умирают от паники. И учить бороться со стрессами, с паникой, это надо с детского сада, со школы. И Хосай Магомедович продемонстрировал, что на ряде и школ, и конкретных коллективов, что его методология работает. значит, внедрять эту методологию именно на уровне ГО, это гражданская оборона и ЧС, ну, просто необходимо. И тема здоровья здоровых, что это надо здоровых людей обучать, чтобы в случае паники, в случае стресса, с ними не случилась беда. Я вам скажу в ответ, я вам скажу, вот в этой книжке 96-го года, 97-го года, защита от стресса, как раз-таки из гражданской обороны Главное управление по медицине Степина, его предисловие, его предисловие о том, как это здорово, вот этот метод, я же с ними работал. В гражданской защите, как раз-таки, у нас есть вместе со Степином статья, а как снимать стресс много лет назад. Пожалуйста, и у меня есть почетная грамота МЧС России, в котором написано, что я готовил специалистов 17 стран НАТО. Я готовил их. Ну, конечно, это же все известно, вопрос не в этом. Все время меняются эпохи, меняются люди, меняются бюрократия. Бюрократия всегда это очень интересное явление, об этом говорили многие, и поэтому отвечая на все вопросы сразу, я скажу, у нас много изобретений, таких, как у меня, у нас у каждого есть свои большие изобретения, но у нас реализации нет, у нас в России нет реализации. Я могу по ходу сказать, почему у нас реализации никогда нету такой нормальной, потому что мы находимся между Западом и Востоком, между ментальностями Запада и Востока, Россия, и поэтому все время переписывают историю заново, и когда переписывают историю заново, мы все время теряем, что у нас первичные духовные ценности или материальные, то мы по духовным ценностям создаем колхозы, коллективная собственность, общественная, в конце концов теряем человека внутри этой коллективной собственности, то мы создаем жестких прагматичных бизнесменов, у которых совести нету, ради выгоды, а как говорил Карл Варс, они готовы на что угодно. Вот эта смена, смена, постоянная смена между первичностью ментальных ценностей, западных или восточных, все время переписывают свою историю заново. И мы, как безисторические люди, мы не знаем свою историю, мы свою историю, честно говоря, не знаем, нам не на что опираться. У нас вся история закрыта. Вот как это может быть, чтобы сто лет назад поставить табу на какие-то исторические документы и написать, никогда не открывать. Как это может быть? Вообще. А у нас так и есть, и никто не открывает эти архивы, потому что сто лет назад так написано. Ну, как это вообще может быть? так и есть, Василий Николаевич, далее Юрий Иванович. Я продолжу. Борис Невальевич. Уважаемые коллеги, вот то, на что обратил внимание наш коллега, нам нужно обладать ключом, Хасая. Я рад вас видеть, мы с вами очень хорошо, продуктивно говорили, но меня интересует то, что сейчас сложился разрыв поколений, то есть интернет-поколение и наше поколение, уходящее поколение. Как вот ваш метод использовать для того, чтобы не прерывалась память человечества и личностей, а наоборот интернет-соединял вот эти уровни знаний личностей, выраженные умением обеспечивать безопасность во всех ее формах, то есть на сферный потенциал интеллекта, личностей без разрыва в поколении. Как эту проблему решить? А мы так и делаем, мы поэтому и создали в интернете на современном уровне школу человек будущего, Homo Futurus, и мы там вычислили все вместе, все вместе создаем науку человечности, потому что раньше наука человечности, она принадлежала религии, но религии уже сколько лет, тысячи лет, и почему происходила динамика развития религии от иудаизма в конце концов до ислама, потому что все время снижалась цена помощи человеку. В иудаизме, например, ты помогаешь ближнему, там ближний это ну твой соратник, твой ближний, твой одноплеменец и так далее, но всем другим не помогаешь за счет этого. Потом появляется следующая стадия помощи человека человеку, как христианство, там его спрашивают, а кто ближний для человека, и Христос приводит причину самовязания и объясняет, что ближний это любой, даже тот, который иноверится, ага, ну тогда понятно. Потом приходит ислам, где вообще нету потом какой-либо отдачи, потому что ты становишься соподвижником банка, который тебе дает вот этот вот, ну как это назвать, кредит, кредит дает. То есть цена помощи уменьшается, за счет этого религия, динамика религии происходит, и почему ислам сейчас в большом таком развитии, потому что цена помощи там маленькая. Чем меньше цена помощи другу, который тонет, например, потому что если человек тонет в стрессе или в каких-то событиях, ты ему руку протягиваешь и потом говоришь, теперь плати за это миллионы долларов, ему как жить? Он становится заложником. По моему представлению, это такие теории, которые можно оспаривать, я не утверждаю, просто я анализирую и высказал свое мнение, но я, отвечая на ваш вопрос, просто задался, каким же человек будет в будущем, и будет в будущем человек, какими он должен обладать качествами, чего нет в нашем образовании. И я поэтому много раз выступал на докладах в Министерстве образования и рассказывал, что человек будущего будет по ходу скорости инстинктивных реакций создавать новое, потому что повторение мать учения это старый принцип, он не всегда помогает, он вырабатывает навыки и шаблоны, и когда человек попадает в неопределенность и в неизвестность, ему надо генерировать по ходу ситуации новое решение, если он будет опираться только на то, что выучил в детстве, и ему давали в школе, он там не справится с новой ситуацией, потому что там могут быть неожиданности, и этому у нас посвящена школа, и мы ведем ее много лет, школа будущего, Homo, Futurus, и много людей из разных стран мира, мы создаем науку человечности, то, что раньше было в религии, мы по жестким научным критериям пытаемся определить, что такое сопереживание, сострадание, сотворчество, творчество, любовь, что это такое, потому что каждый человек понимает любовь по-разному, потому что любовь к ближнему, например, это не значит на самом деле любить его эмоционально, это непонятно, потому что как я могу любить своего соседа, если он каждый вечер приходит пьяный и стенку своим сапогом кидает и мне спать не дает, как я могу его любить, в этом все дело, надо определять эти понятия на современном научном уровне, что такое любовь, что такое сопереживание, что такое созидание, что такое спасение, на современном уровне определять, чтобы люди понимали друг друга. Спасибо. Горохов вопрос задает. Александр Маговинович, приветствую вас. Приветствую вас сердечно. Друзья, добрый вечер, я немножко расклеился, у меня температура третий день, я не могу полным ходом участвовать. Хэгу, пожалуйста, я рефлексотерапевт, всю жизнь был возле источника Хэгу, если вот так сделать, бугорок, можно просто там в гугле набрать, точка Хэгу, 20 разов в день по 10-15 секунд ее разминать, и это помогает эндорфино-адреналовой системе выровняться. Спасибо большое, да. Вы знаете, я, наверное, многие из нас, да, ощущают в себе какую-то повышенную сентиментальность, ну, с некоторым возрастом. Вот я сегодня смотрел фильм, помните, «Любить человека», где Солоницын играет главной роли, про архитекторов, это, по-моему, 1972 год, мне было 11 лет, когда я этот фильм увидел, наверное, он сыграл какую-то роль в выборе моей профессии. Потрясающий фильм, игра актеров, Солоницын, она просто там потрясающая. И у меня опять прошел процесс, значит, вот такого сентиментальности, мне просто слеза пошла. потом стал задуматься. Потом стал задуматься, а зачем этого стесняться, когда слезы от радости, не от горя, а от радости, они от какого-то настоящего, помните, у Вознесенского, который, кстати, был архитектором тоже, Вознесенского, ностальгия по-настоящему, когда ты прикасаешься к чему-то важному, настоящему, чего нам в жизни хватает, появляется вот эта сентиментальность, это какое-то очищение, на мой взгляд, очень важно, сердце очищается, и душа. Это ради чего есть синкерогимнастика, да, конечно. Да, да. Вот у меня, вот не то, что, скажем, спросить вас, да, а вот эти свои ощущения, я потом думаю, что стесняться, если есть желание такое, значит, ну, значит, так и должно быть, значит, мы еще люди, мы еще можем любить, мы еще можем плакать, а человек не может жить в отрыве от ценностей, от любви, от творца, если он отрывается, он превращается уже в некое существо, да, которое, скажем, поступает не общественно полезными поступками, назовем, да, о чем мы сейчас знаем, о чем говорим, а когда человек создатель и творец, вот тогда он достоин именно творца и нашего Господа Бога. Спасибо. Потому что нам не давали быть людьми, поэтому мы водку пили, поэтому пили водку, и поэтому на водке и на алкоголе делали политику, потому что это было выгодно для системы как-то выдерживать ее. При этом, вот я написал произведение, которое называется, там мне в школе человек больше, по-моему, футурусу его показал, они мне назвали «Последний пир». Сейчас общество людей переходит на новую стадию, когда вместо алкоголя, лекарств и прочих заменителей алкоголя свои естественные ресурсные природные эндорфиноподобные вещества можно включать с помощью синхронизирующих действий. По существу, алкоголь внутри нас есть, мы просто его ищем вовне. А это «Последний пир», вот я написал. Вы как раз точно сказали, человеку не дают быть человеком. Вы очень правильно сказали, человеку не дают быть человеком, поэтому душа разрывается, поэтому ему некуда деваться и он не знает, что делать. Вот же в чем дело. Среди нас есть человек, он и физик, и биолог, и знаток мировых религий, и вот я хочу, чтобы он как эксперт именно и вы тоже вместе ответили, вот эта тема кибернетики стресса, гомеостаза и метаболизма в методологии или через методологию ключ Хаса Алиева. Так вот, в данном случае эти все понятия связаны. Кибернетика это в переводе на русский язык управления, стресс, гомеостаз и метаболизм, обмен веществ. И получается тот комплексный подход, те простые приемы, которые находятся в вашем методологии и инструментарии, которые вы широко распространяете, это, ну, раньше это называлось, извините, аутотренинг, саморегуляция, но вы как гуру, наставник именно уже, ну, я бы сказал, не тысячам людей, а, наверное, десятки, сотни тысяч людей сегодня используют вашу методологию. Борис Георгиевич, вот задайте то ли вопрос, то ли что с точки зрения ваших знаний. Очень доволен и тем, что Хасаи Мухаммедович делает, и тем, что он нам показывает, рассказывает, и кибернетика, и метаболизм, и стресс, все эти вещи мне профессионально понятны. Вот мы авторы с профессором Коганом учебника по биологической кибернетике, и эти вещи все абсолютно реальны, они имеют место. А вот то, что Алиев рассказывал о том, как у него слезы появляются при хорошей музыке, так это просто великолепно. В вечерних молитвах нормальная православная просят Богородицу, чтобы она дала дар слезный. А иначе душа впадает в окамененное нечувствие. И вот эти вот дар слезный, это большой дар, он не у всех людей есть. Если можно будет его как-то выращивать, вырабатывать, это будет большое доброе дело. Что касается любви, я напомню, что в большой советской энциклопедии, философских словарях, такого понятия вообще нет. Оно противостояло строю, который вроде бы вел человечество к светлому будущему, но вот такая вещь, как любовь, была совершенно исключена. Отсюда и все недомогания в область сексуальных отношений, которые очень существенны, очень важны для человеческой жизни. Но когда видят в этих отношениях что-то такое грязное, нечистое, то это уже, конечно, не христианство, это манихейство чистейшей воды. Манихеи, в отличие от христиан, не верят, что есть единый Бог, отец, добрый, любящий своих детей, хотя и строго к ним относящийся, как и полагает отцу. А манихеи считают, что в мире есть два начала равноправных, добро и зло, они борются друг с другом и в этой борьбе возникает весь мир. Собственно, весь диалектический материализм, вся философия, которая была в основе философов Советского Союза, марксиста, это все манихейство чистейшей воды. И то, что делает сейчас Хосе Мукомедович, это замечательная работа. Я желаю ему доброго здоровья, успехов на этом пути. И, конечно, надо учить людей, расслабляться, но не так, чтобы делать все, что вдруг захочет, все, что моя левая нога захочет, а расслабляться по-доброму. Да, да, именно об этом. Вы меня разочаровали. Мне нужен государственный подход и как вот привлечь внимание МГУ, МАИПа. Вот давайте наше... Тут я могу упустить все мои академические регалии и говорить, что есть такая прекрасная методика, которую надо распространять и в факультет психологии может быть обратиться, там тоже должны это дело понять, эти вещи вводить в курсы, может быть, лекционные. А чем плохо, если лекции будет, лектор будет учить студентов во время лекции, когда они уже утомляются. Ну, как в школе говорили, мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Вот давайте-ка подрыгаем этим пальчиком. Да-да, конечно, это оттуда как раз и идет, от нашей потребности, это поэтому и делали. Я думаю, что это только пойдет на пользу и нашему образованию, и нашему народу в конечном счете. Так что спасибо, дорогой хозяин Я предлагаю вот мы как бы есть школы научные прошлого, а есть школы научные сегодняшнего дня, современности. И я предлагаю вот такую Агни школу, Академическую гильдийскую научно-интеллектуальную школу кибернетических средств Хоса Алиева приглашать время от времени как бы на наши праздники науки и постоянно ее поддерживать. Конечно, конечно. Я вам очень благодарен, потому что вы люди опытные, мудрые, и поэтому с вашей подачи, с вашей помощью мы и можем это сделать, потому что я об этом и говорил, что и в религии это используется, никто не против, наоборот, это везде используется, просто языки меняются со временем, и понятие любовь тоже каждый трактует по-своему. А в религии тоже есть люди, которые хотят использовать. Конечно, конечно. Уважаемые коллеги, давайте, чтобы у нас есть две девушки, Людмила Степановна и Алена Ивановна. Людмила Степановна, вам слово, Алене, и потом Александр Брунович. Вы прямо вот в точку. Я, уважаемая, вот сразу несколько ответов на свои непроизнесенные вопросы получила. Вот слушаю ответы. А Юрий Иванович вообще говорит, ну так мы же живые люди. Мы живые люди. Конечно, конечно. Мы все творцы, мы все творцы. надо исходить из того, что каждый человек творец. И тогда все складывается. Людмила Ивановна из Новосибирска. Алена Ивановна, у вас есть вопросы? Да, добрый вечер, Хасай. Порекомендуйте мне, пожалуйста, упражнения на расслабление. Я не умею расслабляться. Пожалуйста, покажите, чтобы я вас видел, потому что у нас же индивидуальный подход. Почему мы придумали в школе человек-будущего Homo Futurus индивидуальный подход? И придумали, по каким критериям человек подбирает себе собственные упражнения. По критериям первое, что они ему простые, приятные, их хочется повторять, и ему хочется продолжать. Если по этим критериям любые различные упражнения берет, например, волейбольное закидывание мяча, или фехтование, или дирижирование, или шалтай-болтай, или плавательные движения, просто перебирает, как ботинки в магазине, и подбирает себе то, что ему хочется продолжать, это значит его действие. И если он это продолжает полминутки-минутку, у него стресс снимается, он выходит на состояние безмятежности. Для этого Костя сделал градусник напряжения. Костя, Костя, покажи, пожалуйста, градусник напряжения. Вот 10 это шторм, 10 это шторм, а 0 это штиль, это безмятежность. Здесь 10 делений, вот там 10 делений, это градусник напряжения школы Homo Futurus. Вот, и там летающий человек нарисован. Так вот, если у вас сейчас, например, когда вы себя идентифицируете, допустим, у вас 10, это значит, вы не можете мыслить спокойно, это значит шторм, это значит страх, это паника, это какие-то навязчивости, вы никак не можете успокоиться. Вам для того, чтобы выйти на безмятежность, вот пройти, можете сразу пройти сюда, если вы перебирая разные движения, там хлест, плавательные движения, еще раз повторяю, а может быть это движение попрыгать, а может это ходить туда-сюда по комнате, а может это качаться на стуле, или в лодке плаваете, вот так вот делаете вправо, влево, вверх, вниз, по трем координатам, как наша Сибиряков Виссарион Мастер Триза предложил, по трем координатам болтаетесь вот так вот, и думайте, и переживайте, о чем вы переживаете, и вы через минуту успокаиваетесь, автоматически, это и есть кибернетика стресса, о котором говорит наш дорогой Сорокин, кибернетика, это значит управление, то есть вы берете этот процесс в собственные руки, для этого вам нужен индикатор напряжения, чтобы мерить, в свое время Хаббард, который создал дианетику, тоже использовал эмметр, эмметр это самоиндифицировать, в каком ты находишься исходном состоянии, чтобы сравнивать, почему... Это кибернетика, чтобы прийти в гомеостаз в состоянии. Да, почему важно вот это вот сравнивать свое состояние до и после, потому что, когда у человека зуб, например, болит, он на стенку лезет от боли, а когда зуб не болит, он вспомнить не может, и он не может понять, что ему помогло, дента помогла, которую он на зуб положил, или что он выспался, чтобы человек начал разбираться в себе, чтобы лучше понимал свои состояния, мог регулировать их, ему нужен градусник, и в свое время в дианетике Хаббардовском применялся эмметр, эмметр, сейчас этот эмметр, этот электронный стоит там 20-30 тысяч долларов, а у нас просто градусник визуальный, пожалуйста, вы берете, представляете себе, на каком сейчас напряжении, здесь хаос в голове, страх, паника, а здесь душевная безмятежность, это ноль, вот это нулевое состояние, это и есть то самое состояние, когда в голове мысли могут быть еще и текут, но нету рефлекторных реакций никаких, страданий нету, безмятежность, Алена Ивановна, я подскажу, есть сотни книг бестселлеров, которые можно купить в книжной лавке, и есть ролики обучающие, так что, ну, я сейчас прямо покажу, Николай, я сейчас прямо покажу, она даже не включает аватарку, она хитро-мудрая у нас, она даже не включила ее, сейчас выйдете, мы сейчас прямо на глазах у всех, я вам подскажу, что надо сделать, и через минуту. Елена Ивановна у нас не плечает это, видя. Я прошу прощения, если в этом сложности, я тогда снимаю половину вопроса, половину я услышала, спасибо огромное. Да, да, да. Просто наши ролики посмотрите, у нас же там бесплатный ликбез, 3 часа. В нашей школе возьмите, Homo Futurus называется Человек будущего, возьмите, откройте YouTube канал или откройте, пожалуйста, наш Telegram Человек будущего Homo Futurus. Уважаемые коллеги, я поняла вас, спасибо огромное. Уважаемые коллеги, я предлагаю через 5 минут завершить, вот завершающий вопрос у нас Александр Брунович и Хасай Магаметович закрывает сегодняшнее совещание. Спасибо. Хасай Магаметович, вот такой вопрос, можно ли всю жизнь превратить вот в такой легкий полет и свободу? Или к этому есть какие-то препятствия? Всю жизнь невозможно быть в полете, потому что это большое заблуждение у людей, вот эти люди, которые называют себя просвещенными или как они называют которые вышли на за пределы так сказать постоянного бытового стресса, они тоже стрессуют, как они называются, я забыл, но сейчас я вспомню. Вопрос в том, что никто никогда из живых людей без стресса жить не может, потому что стресс это питание для человека, стресс это несоответствие между уровнями его систем, между психическими и физиологическими процессами, некое несоответствие, которое всегда возникает, когда напряжение растет, когда я услышал что-то неожиданное, у меня сразу растет напряжение, чтобы я решил этот вопрос, потому что без роста напряжения нет перебора решений, естественно, я могу зацикливаться, вот наша вся наука, наука, кибернетика стресса и все вот эти методы диантологии, методы изобретательства и так далее, они посвящены только одному, чтобы человек не зависал как компьютер, не зацикливался, Будда для этого медитацию создал, медитация состояния, это чтобы человек вышел из зацикливания и дальше думал сам уже своей головой, вопрос заключается в том, йога для этого создана, самадхи там это называется, дзен для этого создана, для этого Гуджиев создал теорию октавы, для этого Гуджиев создал вот эти упражнения застынь, оцепеней, там, стой, беги, это все отвечает инстинктам человеческого реагирования в условиях неизвестности, вопрос заключается в том, что просто надо у меня там взять, открыть бесплатный ликбез, посмотреть один-два ролика по два-три часа, там вопросы задают, я там отвечаю и все друг к другу опытом обмениваются, и все учатся, никаких проблем нету, девушка, например, говорит, меня трясет, я не знаю, что делать, я не могу думать, меня просто трясет, а мы ей даем совет, тебя трясет, потрясись, она потряслась, потом села и говорит, а что это такое, мы ее спросим, а что такое, она говорит, а почему так спокойно стало, а потому что ты сделала действия синхронные текущему состоянию, вошла в ситуацию, в адаптацию со своим состоянием, то же самое есть в гипнозе, когда в гипнозе человеку подбирают действия синхронные его текущему состоянию, через это начинают им управлять, а ключ это метод саморегуляции, когда без внешнего управления человек сам может использовать свои инстинктивные действия, например, сжатие, вот я вам просто пример приведу, если несколько раз окунать голову в плечи, как у него инстинктивно это и происходит в жизни, почему люди ходят в напряжении вот так вот, потому что инстинкт заставляет их окунуть голову в плечи, а если сделать это осознанно несколько раз в виде упражнения, потом он может спокойно снять напряжение, выровнять. Коллеги, экран виден, кибернетика стресса, гомеостаза и метаболизма методологии ключ Хасай Алиева. Да, да, я имею в виду. Обратите внимание на символику кибернетика стресса, вот буква означает династия Алиевых, это Хасай Магобель. Дочь, а не психологи, я-то врать. Дочь и сын тоже психологи, и внучка тоже психолог. Тоже психолог. Да, да. Это и... Правда, я не тоже, надеюсь, человеке будущего, так сказать. Человек будущего, это лома футуриц, человек будущего. Человек творческий, человек интегральный, человек ноосферный, человек космический. То есть, это подразумевается вот это. И получается, Хасай Магомедович много лет занимается и продуктивно занимается, но полезность для нашего общества, допустим, я приведу пример, у нас еще базарный, Владимир Филиппович. 10 января 22-го года, по-моему, все в жизни. Так вот, когда, пока человек живой, он может это передать, ну, свои авторские наработки, ну, всему государству, всему, пускай поддержат чиновники, пускай поддержат это. Пока есть такая возможность. У меня было в президентской программе «Дети России», я обучал, у меня есть монографии на эту тему написанные, я обучал специалистов детских центров реабилитации, и потом мы обучали детей снимать лишнее напряжение. Это превращалось потом в навыки. Дело в том, что не нужно на людях все время делать эти упражнения. Это как физкультура, это делается дома. Это домашняя работа, 5 минут в день, то же самое, как медитация, 5 минут в день, занимаешься дома в удобное время. И самое главное достижение наше последнее, нашей школы человека будущего, это то, что побудь 5 минут в день ребенком. Побудь ребенком, покапризничай, поплачь, если хочешь, если хочешь попой, если хочешь зевай, если хочешь дрожи, если хочешь трясись, если хочешь голову чеши, делай то, что ты хочешь, 5 минут в день, когда тебя никто не видит, чтобы не подумали, что ты такого. Попрощайтесь и Борис Рижабик вас как актокал поблагодарит за вашу передачу. Я хочу поблагодарить всех, потому что кого я сейчас видел, я же вас смотрю, вы для меня родные по духу люди. Мы человеки. Я не каждому смог сказать вовремя приятные слова, но они у меня в душе. Я просто сейчас суммирую, хочу сказать, я знаю, что только вместе можно сделать что-то человеческое. Человеческое никто по отдельности ни в России, ни в Америке, ни в Китае сделать не может. Потому что мы люди, мы как раз-таки в сообществе. И сообщество не случайно. И человек, который думает не только о себе, а думает и о человечестве, он нормальный человек. И поэтому мы только вместе можем что-то сделать. Я вас всех очень люблю по-человечески. Я желаю вам здоровья, счастья, благополучия. Потому что человек состоит не только из души, но еще и из тела. А телу нужна кровать, свежий воздух, здоровое питание. Все нужно человеку. Поэтому самое главное – душа нужна человеку. И поэтому я вас еще раз обнимаю. Спасибо вам, коллеги и друзья. Борис Георгиевич, вы у нас и писатель, и поэт, и прекрасный лектор. Может, что-то поэтическое родилось? О дружбе, солидарности и вот на данной тематике. Да нет, Николай, это уж слишком. Я хочу просто поблагодарить дорогого Хосея Мухаммедовича и сказать ему, что он очень хороший человек. И он в нашу компанию вписывается великолепно. То есть вот человек, с которым приятно работать над созданием анаросферы. Если он еще это слово свое включит в свою методику. Конечно, конечно, анаросферы. Я же понимаю, что имели в виду, когда говорили впервые о анаросфере. Конечно, я понимаю это. Конечно. Дело в том, что это слово сейчас надо, чтобы выучили все. Как вот слово «экология» уже знают практически все, а в 60-е годы его мало кто знал. Да, да, да. А вот это слово сейчас ключевое. И чтобы народ не просто его там произносил как попугай, а понимал смысл этого слова, в котором центральным понятием является именно человечество. И роль человечества на этой планете. Если человечество будет идиотским, безумным, то, конечно, о анаросфере говорит трудно. Говорят люди о какосфере. Я хочу сказать, что если человек бы посмотрел на землю со стороны, сверху, и увидел, сколько там много концессий, конфессий, сколько много людей, все со своими вкусами, характерами. А надо, чтобы им технологию. А технологию какую дали? Люби ближнего. Это же есть технология. Технология. Просто люди иногда путают. Они думают, эмоционально любить надо. Ну, как я его буду любить эмоционально, если я его первый раз встретил? Имелось в виду душевно. Душевно любить, то есть всеобъемлюще любить. Вот это и есть такое ближнее. Забывают как-то о том, что категория любви теснейшим образом связана с категорией жертвенности. Вот если вы для этого человека, который может быть и неприятен для вас, и дурно пахнет, и нос у него не такой формы. Да это родители, это родительская любовь, конечно. Но как ради своего ребенка? Матерна готова. Если он влюхнется мордой в грязь, я думаю, что вы его поднимете и поставите на ноги. А это уже тоже любовь. Так что вот так. Уважаемые коллеги, поблагодарим Хасая Магомедовича. И объявляю, завтра мы с Борисом Георгиевичем в 10 часов открываем. И первый доклад будет у Юрия Ивановича Горохова. То есть до завтра, до встречи. Очень приятное завершение сегодняшнего дня. Огромное спасибо всем. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Игорь Негода.